блестящий русский генерал помимо этого дипломат помимо этого экономист помимо этого историк как вы знаете двухтомная или четырехтомная история государства российского ничволодова вот я должен сказать что об экономике россии того периода так лаконично и так внятно пожалуй никто не писал по крайней мере профессиональные экономисты так писать не умеют и тут идея очень простая идея очень простая значит ничволодов один из немногих кто прекрасно понимал что такое золотой стандарт что такое золотой рубль ну может быть также это понимал еще сергей федорович шарапов которого я уже сегодня два раза упоминал вот пожалуй это два таких главных бойца которые вели борьбу с золотым стандартом и и александр меч нечволодов он очень четко сформулировал суть так называемой тайны золота потому что многие носятся с этой тайны золота а он сказал все очень просто смотрите вот вся экономика она состоит из двух как бы частей это вот деньги это товары если у нас деньги золото то тогда значит товарная масса безусловно будет расти гораздо быстрее чем золото потому что количество золота в мире ограничено запас золота прирастает но очень медленно предположим запасы золота прирастают один процент экономика прирастает пять процентов значит что получается что каждый грамм каждая унция желтого металла приобретает все больше покупательную способность и тот у кого средоточено все золото фактически становится с каждым днем богаче все очень просто а если еще предложить всем государством вести золотой стандарт но при этом у государства будет не хватать золота его не будет хватать потому что экономика развивается быстро то мы будем давать его взаймы виде золотых кредитов и мы будем получать золотые проценты некий такой денежно кредитный перпетум мобилю вот это квинтэссенция книги александр дмитриевича ничволодова он конечно там много интересных фактов говорит о золото добывающей промышленности россии о том в чьих руках находилась на момент большая часть мирового золота он говорил также о том почему у нас находится в таком упадке реальный сектор экономики особенно сельское хозяйство пока говорил александр дмитриевич володов мы не расстанемся золотым стандартам мы обречены мы обречены нести эту золотую гирю эту золотую гирю тут ведь понимаете парадокс заключается в том что наши ура патриоты ура патриоты говорят какую россию мы потеряли якобы значит у россии все было так здорово накануне революции 17 года вот был золотой стандарт русский рубль был обеспечен на сто процентов золота чем хвастаться чем хвастаться у любой западноевропейской страны не было стопроцентного покрытия зачем же себе такие пудовые золотые гири вешать на ноги и на руки и более того говорили что обеспечен золотом но золото не наше золото то заемная росфельдовская на момент начала первой мировой войны россия занимала 5 6 места по многим видам промышленной продукции сельского хозяйства но при этом занимала первое место по внешней задолженности потому что россия как всегда если что-то начинала делать то она начинала делать это круче чем все остальные она вела такой золотой стандарт который задушил российскую экономику узнай больше на концептуал рф